здравствуйте дорогие подписчики и зрители на канале Таро Отвеки меня зовут Виктория сегодня я сделаю расклад по запросу подписчика тема расклада будет возможность смены работы можете смотреть этот расклад если вас также интересует этот вопрос либо если вы рассматриваете смену не только работы но и вашей деятельности поэтому сегодня у нас такая тема спасибо за ваши подписки за лайки видео мне очень приятно пишите свои темы предлагайте в комментариях также можете писать директ инстаграм ссылка на инстаграм в описании канала так давайте смотреть возможность смены работы первая позиция будет давать нам общую характеристику нашего вопроса вторая позиция будет говорить нам о предпосылках к смене работы деятельности да какие обстоятельства независящие от нас будут этому сопутствовать третья позиция будет нам говорить о том какие у нас ресурсы для осуществления нашего желания четвертая позиция это начало да как будут начинаться события связанные с загадным вопросом пятая позиция развития рост шестая позиция расскажет нам о том как наше окружение люди которые нас окружают и будет относиться к данным обстоятельством седьмая позиция расскажет нам о том к чему все приведет и восьмая позиция подскажет нам чего нам не хватает до что может нам помочь нашем вопросе итак смотрим первую позицию основные характеристики мы загадали возможность смены работы итак что нам расскажет таро тревога и забота вот мы и смотрим что вопрос у нас возник о смене работаю не на пустом месте из-за того что мы очень сильно тревожимся на нашем месте работ очень много тревога забот очень много на нас развалили кто-то может переживать кто-то может плохо спать до нас вот тройка жезда в классической колоде таро это карта целей цели строительства планов каких-то рассуждений может быть там прикидок планирование все что с этим связано здесь же 2 гновов нас конкретно прямо прописан до тревога и забота ну вот данном случае я бы сказала что вот эти вот тревожные мысли и заставляют нас двигаться к новой цели до браться за поиск работы по крайней мере задумываться об этом да кто то может быть серьезно еще боится менять место работы но мысли такие постоянно посещают человека так мы сейчас разобрались да что почему у нас возник вообще вопрос о смене работы потому что назад ситуация беспокоит мы хотим изменить свою цель до и к чему-то двигаться дальше давайте посмотрим какие у нас во второй позиции есть для этого предпосылки какие обстоятельства сложились сейчас вокруг нас на которые мы не можем повлиять то есть та ситуация которая сложилась сейчас достижение так смотрим ну помимо наших забот и тревог до которые мы испытываем на текущем месте работы которые связаны с текущей нашей деятельностью мы все-таки имеем ввиду что мы добились больших успехов до достижение у нас присутствует на нашем рабочем месте мы знаете вот если кого-то расклад индивидуальные делаю ну смотрите тоже может быть сойдет с вашей ситуации вы достигли на вашем месте многого например я думаю что даже ваше руководство может оценивать вас может быть найти где-то есть какие-то подарки есть премии ну где-то этого нет есть устная похвала она знаете это тоже немаловажно конечно спасибо в карман не положу грубо говоря 0 все равно приятно когда ваше окружение ваши коллеги ваши оценивают тем более ваше начальство если она видит ваши результаты ваши достижения знаете как бы там ни было если ваше начальство не так вам лояльно руководство вы например так и не дождались до похвалы от руководителя хотя бы похвалы или там спасибо за труд вы можете сами понимать что вы много вкладываете сил и вы много в достигли даже если вам об этом не говорят вы сами понимаете что вы хороший специалист на вашем месте работы на вашей должности вы принесли предприятию организации очень много полезного но конечно но это вас до навесил определенный груз то есть вы понимаете что вы цены вы даже сами можете ценить свою работу то есть вы понимаете что они так плохо но все-таки вот у вас этот возникает диссонанс то слишком много на вас навешано да видите какому тут груз несет да прям вот как вот груз на своих плечах слишком много у вас ответственности заданий обязанности там до должностных поэтому вот у вас и тяготит опять же да да говорю если у вас не говорят вам прямо конкретно там благодарности спасибо за вашу работу вы сами понимаете что вы ценный сотрудник и что вы возможно достойно большего да вам виднее здесь давайте смотреть то есть эта ситуация сложившаяся мы вообще смотрим на то что от вас не зависит но здесь получается все равно идет взаимосвязь с теми усилиями которые прикладывайте вы к вашей работе поэтому данном случае как бы даже в независимых от вас обстоятельствах все равно вы влияете на ситуацию то есть вы знаете тут на самотек ситуация она не идет какие предпосылки какие обстоятельства то те обстоятельства что вы уже успешный сложившийся профессионал своего дела вот они обстоятельства давайте посмотрим что вы можете конкретно сделать для того чтобы как-то вот знаете сдвинуть ситуацию с мертвой точки там может быть да что что вы можете сделать чтобы сменить работу или сменить деятельность свое правосудие ну прежде всего знаете все таки я думаю вы должны разобраться в себе действительно ли вы этого хотите да вот закрыть глаза отрешиться от конкретной ситуации и взвесить все за и против представьте себе наглядно что будет если вы останетесь на вашей работе где много у нас до обязанностей которые вас тяготят но при этом у вас есть достижение вас оценивает что будет если вы останетесь на этой работе которая вдруг стала вам не мило и что будет если вы уйдете сейчас будем дальше смотреть там если у вас уже конкретные какие-то предложения работе или нет вот и взвесьте то что вы имеете сейчас и то чего вы не имеете например если у вас нет предложения работе или то что вы можете получить если вы начнете искать другую работу вот взвесьте сами для себя вот прям вот тут сядьте закройте глаза как здесь и представьте себе вот да вот такой итог у нас если я остаюсь на работе что дальше как я себя буду чувствовать дальше тревожиться не спать ночами либо мне все-таки стоит заняться поисками новой работы и сменить свою деятельность вот оцените не просто как знаете в мечтах а вот может быть там мне нужно бы сменить а может быть мне надо заняться этим вопрос вопросом поисками работы вот вы конкретно уже до примите для себя решение не боитесь ли вы двигаться вперед если вы все-таки хотите перейти на новую работу либо же вам все-таки нужно ценить то что у нас есть вот тот ресурс те усилия которые вы сейчас прежде всего можете предпринять то с чего вы можете начать давайте посмотрим у нас до старт начала будут ли у нас какие-то возможные предложения о работе может быть связанные со сменой деятельности просто с новой должностью со стороны будут ли у нас предложение будет ли у нас вообще возможность такую работу найти в ближайшее время уже надо что-то начать начнем с поисков предусмотрительность королева пентаклей заговорит да вообще в классической колоде королева пентаклей королева статичная пассивная и она нас здесь предупреждает предусмотрительность опять же говорит нам ну вы все-таки в уме сделайте раскладку для себя и представьте себе конкретный план у нас пентаклевая масть она не любит витание в воздухе в облаках она любит конкретные действия конкретный план цель и задач 1 2 3 до это к чему мы идем вот и вам советуют карта набросать себе да хотя бы найти реальные варианты вашей новой работы если вы все-таки хотите ее сменить найдите 1 2 3 варианты ну хотя бы один да то есть на и найдите в итоге альтернативу тому месту которое вы хотите сменить и знаете это такие конечно общие слова я понимаю но так как это у нас позиция начала вот начните с этого какую реальную вы можете должность и и где в какой организации там до или какой вы деятельности хотите выбрать вот реально оцените и займитесь поисками этой работы то есть она предлагает королева пентаклей начать с конкретных действий не рассуждать действовать либо же если у вас например уже есть предложение о работе но уже значит назначить переговоры собеседование и перейти к обсуждению деталей да там конкретики трудового договора нового новых условий труда оплата труда также да то есть здесь нам карта предлагает перейти уже к делам так давайте посмотрим и как же она у нас пойдет да вот у нас следующая позиция пятая позиция это развитие данного вопроса мы смотрим что у нас здесь текущее положение дел на старой работе на нынешней работе удручает из-за большого количества обязанностей мы видим что спрашивающий до клиент обладает достаточным уровнем профессионализма мы видим что нам советуют трезво взвесить приняну взвесить решение за и против смены места работы мы видим что нам нужны конкретные действия помимо рассуждений да и представление что будет если я то-то то-то нам уже советует тогда все-таки принять предпринять конкретные действия начать этот поиск работы смотрим как будет развиваться для наш вопрос что у нас дальше подготовка так что может говорить у нас эта карта во-первых она говорит что смена деятельности здесь возможно но здесь нужно подготовка правильно к чему подготовку это вопрос новая работа или новая деятельность мы тогда должны изучить новое наше место работы или нашу новую сферу деятельности эта карта говорит о том что если вы будете обсуждать конкретно вопрос с вашим будущим работодателем вашим ваши новые должности вы должны как можно больше расспросить о том какие обязанности вас ждут на новой должности давить у нас там могут нас беседу не сказать одно в итоге другое то есть выяснять прям вплоть до конкретных деталей там до уточнять рабочий день начинается там с девяти часов не минуты позже например или у нас там будет свободный график там да вы можете там кто-то за опоздание никто ругать не будет ваши обязанности будет входить то-то 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 в своей работе вы будете сотрудничать там с такими-то специалистами с такими-то организациями с такими-то коллегами с тем-то с тем-то ваш основной круг обязанности да может быть да все до мелочей и нельзя определить при одном разговоре одном собеседании но именно тогда делайте упор на то что для вас в первую очередь важно что для вас важно да ну например конкретно обратите внимание на те детали которые вот здесь вас очень сильно расстраивали тяготили да может быть вот какой-то момент там скажем так элемент дело производства вам не нравился да может на каком этапе что-то кто-то задерживал для вас какую-то информацию подготовку там промежуточных отчетов но другими словами что-то вот из-за чего вы расстраивались на этом месте уточните эти вопросы на новом месте работы но я здесь вот знаете пока не вижу препятствия вам на пути новой карьеры я вижу здесь что вы должны как следует подготовиться к этой новой должности так что по крайней мере на начальном этапе на середине расклада я вижу что вполне есть у вас все шансы на смену работы смену деятельности но только вы тогда должны подойти к этому серьезной позиции да не просто там где-то что-то когда-то может быть если вы этого хотите все в ваших руках тогда вы этим занимайтесь так давайте дальше смотрим как отнесется к этому ваше окружение шут вы знаете ваше окружение ваши близкие люди да те кто для вас первую очередь имеют скажем чье мнение для вас наиболее значимо они могут сказать вам так да карта шута они могут подумать что вы человек легкомысленный да ну у нас близкое окружение часто нам препятствует к нашему развитию многие люди в принципе считают что смена деятельности это всегда риск но они конечно правы могут подумать что вы легкомысленно отнеслись бросили такую хорошую работу да вот здесь у нас же все уже у вас было хорошо все уже был были достижения все было прекрасно да вот у нас виноград несет все полная чаша а вы вдруг вот решили взять и все сменить но я могу сказать что даже близкие люди могут видеть только внешнюю сторону например они видят что у вас приличный заработок что у вас хорошая престижная работа вы работаете в хорошей организации но вот вот эту нутрянку да видят не все либо они окружение ваших все равно могут не воспринимать вашу тревожность так как вы ну конечно вы можете там говорить давно что-то как-то тяжело последнее время стало но кто как не вы сильнее всего прочувствуете это да кто как не вы потому что ну поэтому ваше окружение она как бы она видит внешне она видит что ну вроде бы у вас все хорошо хорошая работа но тяжело кому сейчас легко да но вот почему же вы вдруг решили сменить вашу работу я могу так сказать может быть отговаривать вас это никто и не будет особо да ну может кто-то будет кто-то не будет но ваш поступок вас примут легкомысленно окружение ваш поэтому бутика к этому готовы если вашем окружении такие есть спорщики люди до которые прямо будут вас кто-то может быть будет когда говорить как я сказал тут не будет но будете к этому готовы кто-то может вам промыть мозги ну остальные кто не решаться вам беспрепятствовать будут просто считать что вы легкомысленный человек но это мы смотрим окружение да вы конечно смотрите на свои цели убеждения смотрите на то что хочется вам у нас карта раскрывает отношения людей вокруг нас давайте посмотрим в итоге поддержки тут начата вашего окружения не будет в этом вопросе могу вам сказать по крайней мере такой сильный явный ярый так люди будут в целом может быть я опять же не говорю там сколько у вас близких людей 12 10 до у всех по-разному что кого-то один кто-то будет там я не знаю из людей категорически против кто-то может и будет поддерживать но в целом вот если взять в целом ваше окружение ну будут считать ваш поступок легкомысленным смотрим итог чему все это приведет до наши поиски работы все-таки найдем ее удастся ли нам устроиться на новом месте не удастся давайте мы смотрим родня так родня король кубков смотрите если бы это был общий расклад конечно я бы сказала что в этом вопросе кто-то все-таки из близких родственников может вас поддержать а может быть и даже помочь с устройством на новую работу но все-таки нас тут как-то видим что окружение к вам будет не так лояльно в этом вопросе поэтому в данном в данной позиции в позиции итога я бы истолковал эту карту как все-таки что такое родня да как я уже сказал близкие особо вас тут не поддерживают и кто кроме того расклад индивидуальный все-таки что-то близкое для вас это знаете это означает что не уходите далеко от своей сферы деятельности придерживайтесь своей да мы здесь вот не раскрываем деятельность в которой у нас вопрошающий работает но тем не менее кардинально менять деятельность кардинально менять должность не следует профессию я имею ввиду подходите что-то что к вам ближе по крайней мере там не надо там из врача становиться я не знаю каким-то актером ну да бывали случаи конечно у нас есть известный врач прекрасный певец не будем называть имена ну и прочие примеры но это знаете это все-таки исключение исключение лишь подтверждает правило вот кардинальность смены деятельности я здесь в данном раскладе для вас не вижу больше шансов у вас сменить деятельность по вашему направлению в том в чем вы уже профессионал и в том в чем у вас уже есть достижение да там из банкиров грузчики это не про это из наоборот тоже не прокатит да я бы сказала все-таки ищите какую-то такую хоть ну или смежную область что-то смежное с вашей чего вы уже касались то чего вы уже как-то с той работы с которой вы уже имели контакт так давайте мы сейчас посмотрим но в итоге мы все-таки увидели что смена работы смена деятельности для вас возможно поддержки окружения у вас скорее всего не будет чтобы исполнить вашу цель если вы все-таки желаете взвесьте все за и против начните предпринимать активные действия к этому ищите работу должность в сфере деятельности которая близка вашей нынешней и давайте теперь посмотрим а чего же нам не хватает по последней восьмой позиции до чтобы такой вот что могло бы нам помочь нашем вопросе власть король жезлов власть король жезлов для вас во первых жезлы это масть активная опять же карта требует от вас активных действий как здесь вот королева пентакли требовал от нас составление конкретных планов и поиск работы вам самим так и здесь король жезлов требует от вас активных действий внутренние силы душевные силы вы знаете вот я думаю что здесь король жезлов кстати мужчина просил расклад сделать я думаю что это вы и здесь какие-то сторонние обстоятельства люди вам не помогут этот вопрос вы можете только решить сами власть сила проявить собственную силу силу духа до силу мысли силу разума разума трезво оценивать текущий вопрос так что сторонних каких-то обстоятельств знаете с денежный дождь не посыпется откуда-то она не придет по данному раскладу так поэтому есть у вас все шанс для смены работы давайте знаете какой еще зададим вопрос дополнительной карты возьмем возможности мы увидели есть а стоит ли стоит ли вообще то есть получите ли вы скажем так более того чем вы имеете сейчас до чтобы не менять шилу то есть у вас что сейчас тяготит я не вижу что у вас тут из-за например из-за маленькой зарплаты вы хотите сменить работу я вижу что у вас очень много обязанностей очень тяжело именно много работы тяжелый труд может быть там день и ночь поэтому по данному раскладу денежных проблем я не вижу на нынешнем месте работы ну вот давайте посмотрим у нас что тяготит большое количество должностных обязанностей давайте вот посмотрим на новом месте работы если вы его найдете будет ли за будет меньше и будет ли зарплата больше нажми так интересует рыбу ищет где глубже а человек где лучше вот спрашиваем стоит ли что нас ожидает на новом месте работы дипломатия так тренинг и императрицы я думаю что на новом месте работы вы сможете договориться с руководителем я думаю что императрица это руководитель который скорее всего будет женщины я думаю что вы с ней сможете договориться по дипломатии наездник мечей этот нас на рыцарь мечей которая требует решительных действий опять же разговор контакт дипломатия в чем заключается в том что две стороны договариваются идут на компромисс сможете договориться о новых условиях работы и оплате труда но да видите вот тренинг написано многому придется вам учиться на новом месте работы вообще в классической колоде восьмерка мечей это расстояние и здесь знаете карты говорит что ваше новое место конечно там будет какая-то вот отрасль примете смешная должность смежная но все-таки много вы будете не знать многому вам придется учиться поэтому между тем что вы хотите дипломатия для вас и тем что предлагает вам руководство есть расстояние это расстояние нужно будет преодолеть для этого нужно будет учиться до какие-то новые знания получать повышать свою квалификацию возможно возможность договориться есть об условиях и об оплате труда да может быть у вас какой-то будет испытательный срок и руководство ваше будет рассматривать как вы соответствует должности не соответствует здесь конечно придется вот вам повоевать подоказывать это все но тем не менее мы задали сейчас вопрос стоит ли вполне себе стоит но для этого тоже нужно будет приложить усилий в общем по данному раскладу на ваш вопрос я могу сказать что просто так ничего не дастся но шансы и возможности для смены работы смены деятельности у вас есть конечно для этого вам придется самим сильно поработать постараться составить план поиски проводить собеседование задавать конкретные вопросы обсуждать детали и все такое прочее спасибо за просмотр если вам понравился расклад ставьте лайки те кто смотрели данный индивидуальный расклад если у вас расклад сходится с вашей ситуации также пишите комментарии будет интересно узнать спасибо за просмотр до встречи